Анурагнат – мелкий птерозавр из одноименного семейства, живший на территории Германии в юрском периоде 150-145 миллионов лет назад. Анурагнат имел короткую голову с игольчатыми зубами, удобными для ловли насекомых. Череп этого птерозавра был очень коротким и широким, его ширина превышала длину. Глаза смотрели вперед, обеспечивая животному бинокулярное зрение. На несущем крыло пальца четвертом отсутствовала четвертая фаланга. Согласно бинетту, мембрана, видимая около голени, показывала, что крыло контактировало с лодыжкой и было таким образом довольно коротким и широким. Чертами, схожими с чертами длинохвостых птерозавров, являются удлиненный пятый палец ног, поддерживающий перепонку между ногами, уропотагий, короткие пясные кости и шеи, не превышающие длины черепа. Согласно дёдерлейну, анурагнат, благодаря длинным крыльям, был быстрым летуном, стремительно поражавшим свою добычу, как современные козадой. Беннат, однако, исходя из открытия крыльев гораздо более коротких, в сочетании с коротким хвостом, делает вывод, что анурагнат был медленным летающим хищником, делавшим упор на маневренность, а его большие глаза приспособлены к сумеречному образу жизни. Это также подтверждается большой гибкостью суставов пальца крыла. Анурагнат принадлежит к семейству, названному в его честь анурагнатидом, представители которого ограничиваются средней и поздней юрой. Это были маленькие животные с размахом крыльев менее метра, с короткими и широкими головами, огромными глазами и маленькими острыми зубами. Некоторые исследователи, такие как Александр Келнер, помещают их в самое основание генеалогического древа птерозавров. Анализ Брайана Андриса в 2010 году показал, что анурагнатиды и птеродоктилоиды были сестринскими таксонами, что лучше соответствует ископаемой летописи, потому что ранее анурагнатиды неизвестны и потребовали бы призрачной линии в более чем 60 миллионов лет. Хотя анурагнатиды не птеродоктилоидное семейство, у него не было длинного хвоста с лопастью на конце. Вместо этого короткие хвосты анурагнатит, вероятно, давали им больше маневренности при охоте на маленькую, быструю добычу. Большие глаза предполагают, что эти птерозавры охотились в условиях низкой освещенности. Некоторые из современных анурагнату птерозавров, как считается, были ночными. К ним, вероятно, относятся фильтрующие воду птинохазмы и рыбоядные рамфаринхи, в то время как более мелкие рыбоядные птеродактили и хищные скафагнаты, вероятно, вели дневной образ жизни. Субтитры создавал DimaTorzok